Всем привет! Сегодня с косметикой и интересные покупки. Покажу свои новиночки, чем я последнее время пользуюсь, что люблю, мои рекомендации будут. Здесь только все такое, в основном, любимое, хорошее, о чем есть хороший отзыв. И это видео только об уходовой косметике. Давайте начнем, наверное, с очищения. Я повторила в очередной, уже в третий раз, умывалка от Биоре из базовой серии Биоре, нормальная кожа лица. То есть, там есть мягкая розовая такая для сухой кожи, для проблем, но это что-то среднее. У меня уже такая была, обожаю, всем рекомендую, уже третий раз купила. Во-первых, здесь у нас сколько миллилитров, не знаю, 200-250, очень долго расходуется. Одна капелюшка, горошинка, очень хорошо до скрипа очищает кожу. Надо очень мало, и она очень хорошо подцепляет, прям я чувствую, да, вот эту вот с тональной клеем, всякие грязь, пыли, все прочее с лица. В общем, до скрипа очищения, но при этом стянутости эффекта кожи, сухости не оставляет. У меня были и другие. Честно скажу, не особо чувствуется большая разница между розовой, этой и зеленой, честно скажу. В зелененькой там вроде как профилактика у грей, что-то типа зеленым чаем, она там с высыпанием и всего такого. На самом деле, они все в принципе одинаковые, особой разницы лично я не почувствовала. Так что, кто в поисках хорошей кремообразной умывалки качественной, вот, пожалуйста, на все времена. Дальше про умывание. Здесь у нас перейдем к маскам. Это у нас, так, кто автор? Елизаветка. Это маска, я вообще думала, что она будет пениться, знаете, она такая черная, вот видите. Она, я нанесу ее, кислородная тут еще была написана, я думала, ну, потом она такими баблосами, пузырями белыми становится, пенится сама по себе, и ты ее смываешь. Не тут-то было. Это просто такая жидкая, тянущаяся консистенция, но она не клееобразная, потом не срывается, не пеленгует лицо. Ждешь 5 минут, потом водичкой начинаешь ее растирать, она становится из черной в серую, потому что там есть уголь, и просто смываешь. Офигенный эффект на лице. Я не могу сказать, что она там вымывает все черные точки, здесь вот это заявлено, да, баблос, типа кислородная маска вымывает хорошо черные точки. Нет, это просто хорошая такая качественная глубокая умывалка, пару раз в неделю использовать, вот супер, особенно если пользуются тональными кремами, очень загрязняете кожу. Для профилактики пару раз в неделю нанести эту маску, да, классно. Спиртом никаким не пахнет, она черная, потому что там есть вот этот уголь активированный. Очень приятные, гладкие ощущения на коже. Кожа прям такая напитана, скажем так, холеная. В общем, приятное ощущение, хотя в использовании, скажу, не очень-то. Это грязь черная, крышечка, она закрывается, она такая хлипенькая не до конца. Если тут соберется маска, это когда-нибудь насохнет, то закрываться трудно будет. Короче, бы хотелось бы в идеале, чтобы здесь был какой-то, знаете, помпа. Вот выдавил себе на лицо или на палец там и нанес, а не вот это. Как вы уже поняли, что это более дешевый вариант. Давайте продолжим про маски. Вот такая маска у меня получилась. В общем и в целом. Ненавижу, когда такую фразу говорят. Пахнет это... Это жесть. Это не всем понравится, но у них оморовится, очень много у них так пахнет, уходовая косметика их. Ну, короче, пихтый какой-то напоминает, знаете, масло пихтый или чего-то такого, что натирают на мышцы и суставы бабушки, дедушки. Вот какая-то типа а-ля крем-звездочка. Очень похожий аромат. Ну, это моя личная интерпретация, моя ассоциация. Кто пользовался... У них там иммувалки у меня их тоже были. Много чего было от муравица. Это неплохая косметика. Я бы сказала, такая с миддл маркета. Но цена, мне у нее, кажется, завышена. За эти деньги можно покупать средства, которые работают лучше. Но вот эта маска неплохая. Она вообще вот с коллоидным серебром для профилактики прыщей, высыпаний, всего такого, всяких бяк, как на лице. Пользуюсь я ей где-то раз в неделю, раз в две недели от состояния кожи, от климата, от всего это зависит. Сразу скажу, ее первое применение от трех до пяти минут, затем от трех до десяти можно. Она реально кожа краснеет, там какие-то процессы и успокаивает прыщи, либо они наоборот, если есть какой-то потенциал, быстрее вылазят. Ну, там надо сочетать состав, что я честно скажу, я не делала, но она реально работает. Вот красота на лице у меня точно сразу была. Там и кислоты чувствуются, и вот это какой-то сосной, смолой чем-то пахнет. Типа все вот такое супер-мега натуральное, растительное, неприятное и аромат вот этой звездочки. Короче, результат по маске. Она реально рабочая. На коже ты чувствуешь эффект. Опять же, спасет ли она чего-то на коже, высыпание там, что-то предотвратить, не доказано. Вот так скажу. Но как будто, что что-то делается, что-то меняется, да, ты ощущаешь. Не просто так намазал, смыл и такой, а что вообще произошло? Что вообще было? Что-то вообще было или нет? Я ничего не заметила? Нет. Тут ты заметишь. Но прям она не успокаивает. Сейчас у нее кожа наоборот красная. Ну, конечно, стимуляция какая-то кожи, знаете, такая происходит, покалывания могут быть, вот прилив крови кожи, вот что-то такое. Буду ли повторять снова? Нет. Один раз хватит. Здесь его надо очень мало. Здесь вообще надолго, потому что ее там в горошинку, она очень, на нее кожу реагирует. Эта история, походу, со мной надолго использую. Может быть, распробую со временем, пойму ее прикол. Но на данный момент пока что повторять эту покупку желание не вызывает. Очень крутая маска, которую могу вам посоветовать. Это маска от Sisley. Фейшел маск with Linder Blossom Sensitive Skin. Для успокоения, приятная такая няшечка-неваляшечка для гладкости, бархатистости вашей кожи. Здесь очень мало, 60 миллилитров. Надо ее немало, честно скажу. Это потрясающая. Вот это та маска, покупку которой я повторю. Она мне очень нравится. От нее реально бархатный эффект на коже. Я ее использую. Ну, просто-то это кайф. Это маска, после которой ты чувствуешь холеность, бархатистость твоей кожи. Это я наношу на все лицо, еще на шею, зону декольте. Потому что это чувство такой нежности на коже. Это потрясающее нечто. Но она не питает, не увлажняет. Ничего, просто вот эта бархатистость, гладкость, ощущение холености, ухоженности. Как у меня мама любит сказать фразу. Чувство добра какого-то на коже. Вот добро. Вот это добро. 60 миллилитров. Наносите ее от 15 до 20 минут. Потом смываем просто водой, промакиваем салфеткой ее. Она такая просто белого цвета. Становится она прозрачной. Просто мы ее смываем и все. После нее я уже крем питательный на ночь, например, не использую никогда. Она у меня идет только соло. Потому что кожа напитана... Мне вот этого питания моей комбинированной кожи достаточно. Если кожа сухая, возможно, потом понадобится крем. Но хотя не должно, по сути, такого быть. Еще маска для зоны вокруг глаз. И вообще она Eye Contour Mask. Но ее также я читала в интернете, что можно наноситься и по контуру. Ну, я так еще и не пыталась сделать. Здесь эта маска наносится, как бы сказать, там, типа на 10-15 минут. Потом излишки вы промакиваете. Смывать не нужно. Промакиваете салфеткой. И вот эту увлажненность, например, вечером можно использовать. Замен крема в области вокруг глаз перед сном. Брали просто излишки салфеткой, легли спать. Мне вообще кажется, если наносить ее понемножку, можно излишки никакие не выбирать. Их там просто не будет излишек этих. Оно все как нужно впитается, останется. Ну, как терапия какая-то. Периодически ее можно пользоваться. Сразу скажу, что пользовалась еще не много раз. Но какого-то суперэффекта там с утра, напитанности кожи. Классная, бархатистая, клевая кожа. Я сразу на все веке наношу не только снизу, но и сверху всю вот эту зону увлажняю. Да, приятная бархатистая, напитанная кожа. Но это просто ощущение более концентрированного какого-то, более питательного крема для зоны вокруг глаз. Вот и все. Но в инструкции его наносить всего на 10 минут. А излишки снять салфеткой оставшиеся через 10 минут. Мне кажется, что тоненьким слоем можно ничего и не выбирать. Все то же самое останется как бы через 10 минут. В общем, делайте выводы сами. Если кто-то пользовался, напишите в комментариях под видео, понравилось или нет. Почувствовали ли вы эффект или нет. Расскажите мне. Потому что я еще как бы толком не распробовала, мало использовала. Вот столичка какого-то мнения. Прям типа бежать по... Ну, короче, я что-то не поняла не очень этот продукт, так скажу. Может быть, мои ожидания не оправдались. Может быть, их вообще-то не должно было быть никаких ожиданий к этому продукту. В общем, so-so. И закончим эту тему с глазами. Вот такой крем. Это... Это не по... Английски. По-французски я так не умею, да? Eye and lip control balm. На самом деле, это гель для зоны вокруг глаз и губ. Ночной крем. Можно и днем его использовать. Но он такой жирноватый. У него есть ощущение такой... Не скажу, водички, напитанности под глазами. Приятные ощущения, крутые на утро от него. У моей мамы, кстати, раньше он когда-то был такой. Я вот решила, подумала, ну, пришло и твое время, Валера, да? Кто мимо этот помнит про Валеру. Решила попробовать классная замена того крема. У меня пай сейчас, он заканчивается. Сколько здесь у нас миллилитров? 30 миллилитров. То есть для зоны вокруг глаз. Мне как бы подбила большая упаковка. 30 миллилитров для зоны вокруг глаз. Это много. Потому что в среднем это 15, 20, 25 миллилитров крема. Классная гелевая текстура. Ничего там не жирнит особо. Просто такой плампинг, напитанность, увлажненность кожи. Но явно никаких проблем с морщинами, сухостью вот эта штука не решит, мне кажется. Это для профилактики, для среднего возраста, для молодой, может, детокожи и так далее. В общем, неплохое средство. Классная, рабочая. Но каких-то суперэффектов не ожидаем. Просто приятно, классно пользоваться. Мне нравится вот эта шероховатая матовая баночка стеклянная. Тяжесть его, качество. Я у Сисли что люблю? Люблю их уходовую косметику, декоративную. Но не очень, честно скажу. Просто ненавижу их парфюмы. Не моя просто история. Не мои запахи. Еще этот лес, трава, это все не моя история. Мухи и деревья. А вот уходовая, да, это круто. С ней эта косметика. Меня когда-то познакомила мама. Она ее обожает. Очень долго ей пользовалась. Сейчас она чем-то другим посерьезнее. Но вот на средний возраст, типа 30, 35, 40, 45 лет, это неплохая классно увлажняющая косметика. Я думаю, что под 50 лет там уже надо что-то посерьезнее, помощнее. Но у них тоже есть направление у Сисли. Более питательные, увлажнение и так далее. Короче, вот вообще от ухода, хороших уходовых средств Сисли у меня ощущение на лепитанности, холеность кожи. Вот этот лоск какой-то, когда ты не используешь биби-крем или еще что-то, условно, когда ты утром проснулась, умылась, и у тебя кожа выглядит такой здоровой, бодренькой, в тонусе, приятная, лощеная. Вот такие ощущения вызываются, вот если их уходом пользоваться. Продолжаем немного тему. Закончим кремов. Еще парочку у нас. Я купила у Дюти Фри вот такой набор. Здесь мой стандартный любимый Клоранс, который я планировала купить в Сифория турецкой, но увидела его в Дюти Фри. И было классное предложение сразу же с дневным кремом. Этот дневной крем у меня уже когда-то раньше был. Он вообще никакой пустой, просто увлажнение неплохое на лето и на зиму, в принципе. Он вообще без показаний по возрасту, еще почему-то такой очень максимальный, нейтральный. Вот видите, я завальцованный, я даже не стала его открывать. Они были вместе, это было классное предложение. За два крема я заплатила 115 евро, когда один крем, не знаю сколько там, 70 евро, наверное, стоит. Но здесь один нюанс. Я купила, у меня обычная нормальная комбинированная кожа, я купила нормальная сухая для сухой кожи, как бы. Но в чем прикол? Вообще, купила сначала потому, что у меня не было выбора, только этот вариант был комбинированный, не было. А второе, я подумала, что я уже чувствую какую-то сухость на лице, в принципе, да. И я подумала попробовать что-то такое посерьезнее, более питательное нечто. И решила, что он как бы почему бы и нет. Если сейчас летом, я сейчас им пользуюсь, что-то я пока не заметила какую-то большую разницу, чтобы он не подходил, или мега жирное лицо не пока делал. Я думаю, что это неплохой будет вариант для меня на зиму турецкую. Ну, посмотрим, разберемся. И тот чудо-крем, по которому меня кто-то ждал, спрашивал, это Kate Somerville Total Repair Crem. Этот крем продается в Сифори, европейской или в американской. В турецкой Сифори этого бренда нет, к сожалению. На Культ Бьюти он продается. Здесь очень крутой вот этот дозатор потрясающий. Я дожимаю его не до конца, а до серединки примерно, и мне этой полугорошины хватает на все лицо. В чем этот волшебный чудо-крем? Он для меня на том же уровне, как и вот этот ночной. Но прикол этого крема, он для любого времени, и днем, и ночью можно. Нет, это не чисто ночной крем. Питательный, классный, хороший, приятный. Чувствую вот этой холености кожи. Я о нем узнала абсолютно случайно. Я видела у блогеров несколько лет назад рекламу. И он мне, короче, его миниатюрка, 5-10 мл, мне попали в Гуди Бек в Культ Бьюти. Я им начала пользоваться, я офигела, как это классно, как моей коже это подходит. Соответственно, я уже с того времени стала думать, так, надо бы мне его приобрести. Потрясающий, классный, приятный. И вот я его приобрела ни в чем, ни разу не разочаровалась. Он мне очень нравится. Один из моих любимчиков. Было бы круто, покупала бы систематически, если бы в Турцию его можно было купить. В Сифории турецкой они пришлось доставать его из Америки, короче. И сейчас какие налоги на ВОЗ, поднялись налоги на ВОЗ из Евросоюза и так далее. Плюс, ну еще кремы в принципе не пропускают. То есть это привозить только для своего пользования в чемодане, откуда-то как-то. Короче, хороший крем. Присмотритесь, кто в Америке, в Европе живет. На Сифории, в этом в Культ Бьюти этот крем есть. Если есть возможность какую-то миниатюрку урвать, попробуйте. Я бы посоветовала, не дешевый. Я бы посоветовала его сначала потестить, как у меня это было, а затем приобретать в полном размере. Последние пару продуктов. Вот такой замечательный крем для рук у меня появился. Это запах табак и ваниль. Крем для рук питательный. 50 мл с маслом жажоба, макадамии и органы. Нежный ваниль и пряничные ноты. Это вкус вилл. Вкус вилл. Да. Аромат потрясающий. Я обожаю табак и ваниль в парфюмерии. И это прекрасно пахнущий, дорого пахнущий крем. Он очень такой жидкий. У него нет ощущения жирности, прилипания. Какого-то вот это все в летний период, что я не люблю. Он очень жидкий. Вот, можно пощелкать. Быстро, тут же моментально впитывается. Нет липкого слоя. И очень хорошо питает, увлажняет ваши ручки. Так что присмотритесь. Очень клевый-клевый хороший крем. Я им осталась довольна. Короче, он стоил, я не знаю просто, для меня он стоил недорого. Но ощущение эффекта от него, для меня это чуть-чуть не дотягивает по бархатистости уровню и эффекту до лассетан. Их любимый, мой остается самый любимый крем для рук, это с миндалем зеленый лассетан. Я его продолжаю приобретать, пользуюсь классно, крутой. Вот это очень хороший бюджетный аналог. Ну, бюджетный в плане, если мы берем цены у лассетана и вот это. Потрясающе дорого-богато пахнет. Хорошо бархатисто остается эффект, при этом не липкий. Я это обожаю и увлажняет реально руки. Так что присмотритесь. Очень клевый крем. Если кто пользуется или по моей наводке купит, расскажите, как вам. Думаю, что вам тоже, надеюсь, как минимум вам понравится. Нет вот этого ощущения какой-то дешевизны обычного крема, недорогого для рук. Вот прям холеность, прям взаим такой люкс. И нечто последнее от Биоре. Я еще приобрела вот этот у SPF защиту. Здесь 50 SPF защита. ПА и аж целых 4 плюсика. Которые шифруют, что это значит, напишите в комментариях. Я не гуглила. Плюсики я уже забыла, что это значит. Защитают. Ну, короче. Одно скажу. Это очень... У него очень большой расход. За три использования у него уже вот столько нет. Пахнет непонятно чем. Ну, типа Биоре такой химический стандартный. Но при использовании я четко чувствую запах спирта и алкоголя. Это очень удобное распыление. Это просто водичка такая с SPF. Это очень удобно в использовании. Ничего никуда не прилипает. Очень сильно, да. Нет крема вот этого скользящего, белого, разводов на теле. Но минус. То есть спирт, но он помогает вот этому SPF, видимо, разнестись, да. И следующий минус – это большой расход. Это очень неэкономичный. Я бы еще... Это для лица типа, но скажу, я бы не рекомендовала, не рисковала пшикать это на лицо, на повседневку, как под тональный крем, еще что-то как SPF защиту. Лучше уж какой-то крем использовать, да. Хороший, есть хорошая крема, которая не забивает поры. Вот этот алкоголик и вся эта история может забивать поры, провокцировать комедон и всякая такая кора. Поэтому это очень клево, удачно. Пшикалка для плеч, для груди, вот зоны декольте, когда идешь на пляж, загораешь. Или там ребенка, я тоже его, кстати, пшикаю на плечике, потому что больше всего сгорает. Очень быстро тратится. Сразу скажу, такая неэкономичная штукенция получается. Если вы этим пользуетесь, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам. Может, я что-то эффект какой-то не поняла или еще что-то. Но такое себе. Короче, второй раз повторять не буду. Но интересная вещь. Мне нравятся такие, я поняла просто с этой штукой, мне нравятся такие солнцезащитные вещи в жидком таком формате. Это очень удобно, хорошо распределяется, комфортно в носке. И использую при этом хорошую. Так что жду ваших комментариев по этому поводу. Вот такие мои покупки уходовой косметики. У нас еще будет видео по декоративке и парфюмерии. И отдельно по уходу за волосами моим обновлением. Я обновила практически все средства, которые у меня есть. Покажу вам, что мне новенькое, интересно. Может, что-то для себя найдете. Маски там различные, давины с новенькими есть и так далее. Спасибо за ваши комментарии под видео. Они очень помогают, потому что эти видео мало кто смотрит. Они не популярны. Но снимаю их, конечно же, для души. Для полезности обмена полезной информацией. Спасибо за ваше внимание. Скоро увидимся в следующем видео про косметику. Всем пока!